Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы находимся в гостях у замечательной, сильной и очень красивой женщины, жены героя военного лётчика Тимура Кепчатова Альбина Кепчатовой. Мы поговорим о том, как пережить горе, трагедию и жить после потери самого близкого и дорогого человека. Здравствуйте, Альбина! Здравствуйте! Давайте мы с вами поговорим сначала о вас. Расскажите немного, каким было ваше детство, какую профессию вы получили, что-то из детства, может быть, яркость запомнилась? И, может быть, вы мечтали с самого детства стать женой лётчика или военного лётчика? Моё детство прошло у бабушки с дедушкой в деревне, это в Старокулаткинском районе, село Масеевка. Так получилось, что мои родители развелись, когда я ещё была маленькая, и мама уехала в город. А так как я чистокровная татарка, мне было сложно очень учиться в Ульяновске. В общем, я обратно вернулась в деревню, и мне как-то там было комфортнее. И я росла у бабушки с дедушкой, училась там до 9 класса. Я с детства мечтала быть врачом. Да, и у меня были мысли, что у меня будет муж военный. Ну, по поводу лётчика, как-то я ещё тогда не думала. После 9 класса я поступила в медицинский колледж в Ульяновске. С детства я ходила и всех лечила. Мне мама привезла белый халат. Я всегда одевала этот белый халат и ходила, всех лечила. В 16 лет Альбина познакомилась с будущим мужем. Юная девушка знала семью Тимура. Впервые увидела красивого и статного парня в кителе на фотографии. И сразу в него влюбилась. Молодой выпускник уехал служить в Читу по контракту. И написал Альбине в соцсетях. Они обменялись номерами и 9 месяцев общались по телефону до своей первой встречи. Наша первая встреча была, опять же, в моей деревне. Что связано всё моё детство с этой деревней. Вот он приехал туда. И ещё такой момент. Я распечатала его фотографию, где он сидит на вертолёте. Он был ещё тогда курсантом. Я распечатала. И над моей кроватью, в моей комнате висела его фотография. Бабушка, когда приехала, говорит, это кто? Я говорю, это мой будущий муж. Она говорит, ну как это, говорит, твой будущий муж? Я говорю, ну вот так. Я говорю, это мой будущий муж. Я говорю, его зовут Тимур. Потом, когда мы уже встретились, всё. Я как-то, я не знаю, интуиция, что ли. Сердцем чувствовала, что это моё. Повесили фотографию ещё, даже когда не виделись. Нет, я его ещё не видела. Но я его настолько сильно полюбила. И 18 лет. Мне было 17. Он мне в мае сделал предложение. А в августе, когда мне исполнилось 18 уже, в 12-м году мы поженились 25 августа. Сразу же после свадьбы молодожёны уехали в Читу, где служил Тимур. Там они прожили в браке почти 10 счастливых лет. Вспоминая Тимура, Альбина говорит, что всегда ощущала его защиту. Я вот с уверенностью говорю, что я за ним была как за каменной стеной. Я была не просто замужем, я была за мужем. То есть, он ещё и высокий был. Я рядом с ним такая маленькая, хрупкая девочка всегда была. У вас растёт замечательная дочка Лилиана. Она очень похожа на отца. Можно сказать, что копия. Расскажите, это ваш сейчас луч надежды, чем она вас радует, чем занимается и какие успехи у неё? Она занимается художественной гимнастикой с трёх лет. И после гибели отца был период такой, что она говорит, я буду бросать гимнастику. Но там были свои причины. Мы с ней разговаривали, она всё-таки осталась. И вот она говорит, я все свои победы буду посвящать отцу. Ещё она... Ей сколько? Ей 9 лет. В декабре... Это было в 7 лет. В 7 лет? Да. Пришёл в садик. Да, да, да. Когда мы её в садик отдали в 3 года, мне воспитатель говорит, Альбина, а вы знаете, что у вас дочь развита не по годам? Я как-то особого значения не придавала. А вот со временем я всё больше и больше убеждаю, что настолько... Вот воспитателя звали Ирина Владимировна. Сколько она была права, что она... Ведь и правда, она... Знаете, она понимает порой такие вещи, что взрослый не поймёт. Она настолько мудрая. Это мой советчик. Я к ней могу обратиться за советом, поговорить как с подружкой. Она учится в 3 классе. Она очень любит математику, как её отец. Лилиана всем говорит, что она дочь героя и мечтает летать как папа. Трудолюбивая и вдумчивая девочка хорошо учится в школе. Тренируется несколько раз в неделю и без устали отрабатывает сложные элементы с булавой даже дома. Лилиана показала нам свои награды, уточнив, что здесь лишь часть из них. В сложные минуты жизни Альбине давал силы именно ребёнок. Смотрела на дочку и видела в ней продолжение мужа. Давайте про СВО поговорим. Как вы узнали о том, что супруг туда отправился? И какие у вас были эмоции? Понимали ли вы, что он не может поступить иначе, как только защищать родину и обязательно туда поехать? Вот поддерживали, может быть, пытались как-то, чтобы он здесь остался, возможности какие-то найти? 23 января они улетели, как он мне говорил, на учение. Мы его проводили, поехали в штаб. Мы с дочкой его провожали. И знаете, как будто это была последняя встреча. И что мы больше не увидимся. Что-то вот такое было. Но я себя успокаивала, что это же просто учение. Они прилетели в 31-ю бригаду. Вот когда он прилетел, он мне говорит, это не учение. Я говорю, а что же? Он говорит, я тебе не могу сказать. Но он говорит, всё будет хорошо, ты не переживай. Потом на второй день они улетели уже туда. 24 февраля муж вышел на связь. Разговор был коротким. Тимур сказал, что любит и попросил беречь дочку. Этот день Альбина вспоминает, как один из самых сложных. 8 апреля у меня у дедушки день рождения. Как раз должно было быть 11-го у мамы. И 4-го, получается, у нас уже вечер, а здесь ещё день. Мы с ним разговариваем. Я говорю, я так хочу домой слетать. Он говорит, так слетай. Посмотри, билеты на 7-е число. Я говорю, я хотела бы у тебя дождаться дома, чтобы мы вместе полетели. Он говорит, а я ещё не скоро вернусь. Знаете, так получилось, что как мы и планировали, 7-го на дни рождения. Просто 7-го мы улетели уже, мне 5-го утром сообщили, что он погиб. Я уже улетела на похороны. 4 апреля 2022 года капитан Кипчатов Тимур Равильевич героически погиб при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции. Указом президента Российской Федерации от 21 апреля 2022 года награждён Орденом Мужества. Посмертно. Я буду рассказать, какой он был добрый, отзывчивый. Он был патриотом своей родины. И когда вот эта специальная военная операция уже началась, ну, как любая любящая супруга, конечно же, я его отговаривала. Я просила его вернуться домой. Я говорю, бросай всё и возвращайся. Он говорит, я так не могу. Я, говорит, не могу так поступить. Альбин, вы очень ярко запомнились ульяновцам своей акции «Жёны героев». Все помнят красивых женщин в кителях мужей. Расскажите, пожалуйста, как вам пришла идея возглавить эту акцию, провести её, проучастниц, как эта акция помогает женщинам? Я говорю, позвонила, и Читы, где вот мы жили, где мой супруг служил, позвонила организатор. Она говорит, мне срочно нужна твоя фотография в кителе Тимура. Она говорит, давай, в общем, отправляй, пиши письмо и отправляй. Письмо было это самое сложное для меня писать. Я три дня сидела, писала, плакала. И наутро я пишу. Я говорю, в общем, я говорю, проект будет в Ульяновске. Она говорит, я тобой горжусь. И всё, и вот я начала обзванивать. В прошлом году в Ульяновске набралось 22 участницы фотопроекта «Жёны героев», в их числе вдовы и жёны участников СВО. В этом году из 17 новых участниц фотопроекта 16 были молодыми вдовами. Что вам лично дало этот проект? Почему вы решили в нём участвовать? Я хотела, чтобы моего мужа знали, что для нас с ребёнком он герой, для нашей всей семьи, для его родителей, для моих родителей он для нас герой. И я бы хотела, чтобы и другие об этом узнали. Китель, он на самом деле очень тяжёлый, но уже два года прошло, четвёртого было два года, но там до сих пор его запах. И когда я накину этот китель, как будто он меня обнимает. Фотопроект «Жёны героев» помог объединить и поддержать женщин, чьи мужья служат и погибли на СВО. Общая боль сделала женщин ближе. Пережить её вместе оказалось пусть немного, но проще. Обратная связь от участниц есть? Кому-то помогло это пережить потерю? С оптимизмом смотреть в будущее? Была участница, но она в этом году участвовала. И когда уже отсняли, вот они садились, и потому что я как бы просила, чтобы, говорю, никто не уходил, хотела сделать общую фотографию с ними, со всеми. И вот они оставались, и вот они сидели. Потом это моя задумка была не просто так, а для того, чтобы они не просто сфотографировались и убежали обратно, и вот опять в это вот поникли в своё там горе, чтобы посидели и пообщались. И вот одна потом пишет в группу. Там она ничего не писала, но она так вот активно разговаривала, высказывалась, и она потом говорит. И пишет, что я, говорит, как будто заново родилась. Вот, говорит, мне это было необходимо. Вот так, говорит, выбраться, выговориться, пообщаться. Вот, и я, говорит, понимаю, что я не одна. То есть, вот, и я понимаю, что моя-то задумка, она сработала. Я объединила девочек, мы продолжаем общаться. Альбина, вы сейчас руководите комитетом семей воинов Отечества, это очень ответственная должность. Расскажите, как вы получили такое предложение, долго ли над нём раздумывали, и чем вам помогает сейчас эта деятельность? Комитет назначили меня 9 декабря. 11 декабря меня уже отправили на семинар в Подмосковье. Вот, я вот там познакомилась со всеми руководителями всех регионов. Лично вы для себя нашли какую-то поддержку в такой активной деятельности? Стало ли вам легче после того, как вы взялись, организовали фотопроект, стали руководить большой организацией, помогаете женщинам? Что лично это вам для себя, для души даёт? Что даёт? Да. Что я могу помогать другим. Опять же, это же объединение, когда даже в комитет приходит, это посидеть, поговорить, познакомиться. То есть можно сказать, что рецепт, как пережить трагедию, горе, это помочь другим людям? Знаете, пережить, я тут, наверное, не соглашусь, потому что я это не пережила. Пережить это очень сложно. Я с этим живу. И я знаю, что мой ангел-хранитель — это мой супруг, и он меня поддерживает, помогает. Я, бывает, подойду так к портрету, я говорю, помоги мне. Что мне делать в этой ситуации? Дай мне знак. Происходит такое, что ты выгораешь, потом ты понимаешь, ты вот сидишь, ты должна собраться. И также мои соратницы, моя армия и другие девочки из других регионов, мы всегда на связи, у нас группы. И вот начинаешь вот то, что вот у тебя внутри, писать, выговариваться. И всё, вот мы подбадриваем друг друга и идём дальше. Завершая уже наше общение, хотела, чтобы вы поделились советом для жён-героев, как мы уже назвали их, как найти в себе силы, чтобы жить дальше. Нашли ли вы для себя этот рецепт, и что можете посоветовать им? Жить ради памяти, не уходить в себя. Потому что у многих, да и даже не у многих, у всех у нас дети. И у кого-то и по трое, и, возможно, и больше. Дети – это смысл жизни. И, конечно же, не забывать память ради памяти. Гостеприимная Альбина не отпустила нашу съёмочную группу, пока не напоила чаем. Лилиана помогала маме накрыть на стол и сама угостила нас вкусным тортом. Пока мы пили чай, девочка рассказала, что уже умеет готовить фирменный омлет. Прощаясь с этой доброй и красивой семьёй, на душе было светло и легко. Жизнь продолжается, а счастье – оно простое. Любить тех, кто рядом, и ценить жизнь здесь и сейчас. Валентина Никонова, Александр Кудряшов, Олл Правда ТВ.